Добрый день, друзья! Начинаем очередное заседание клуба «Улица правды». Сегодня мы заслушаем нашего гостя Бориса Леонидовича Марсенкевича. Мы с вами знаем такую формулу, что коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. А что же есть европейская власть минус электрификация? Давайте спросим об этом Бориса Леонидовича. Приглашаю вас к этому разговору. Я не знаю, кто что от меня ожидает. Не очень понимаю, перед кем даже выступаю. Насколько понимаю, энергетиков здесь кроме меня не наблюдается. Поэтому на всякий случай, очень коротко, у всех же какая-то идеология есть, даже у меня. У меня она выглядит очень просто. Юристы, экономисты, историки по образованию прекрасно знаете, как шло развитие нашей цивилизации. Я на это смотрю немножко иначе. Вся история цивилизации – это история освоения энергетических ресурсов и технологий их использования. От мышечной силы человека к мышечной силе животным, к ветру, к энергии падающей воды и так далее, до атомной энергетики. Какие при этом возникали измы, куда они пропадали, это на самом деле уже не важно. Поэтому вот исходя из этого. Теперь, что касается Европы, ну, прививка европоцентричности у нас появилась еще с ранениями Петра Первого, и никак мы от нее избавиться не можем. Причем дело не в пропаганде, не еще в чем-то. Мы вспомните школьное образование, мы очень хорошо знаем историю Европы, всяческих древних, Греции и прочего. А что там творилось в Китае и Японии, мы не в курсе, а Индия – это где-то там. На самом деле все наоборот, Европа нам интересна поскольку, поскольку мы имели в ее лице постоянного агрессора последние лет 500 и более-менее дисциплинированного, платежеспособного партнера по международной торговле последние 20 лет. Не более того, традиционное состояние России и Европы, либо состояние войны, либо состояние той или иной формы блокады. Вот сейчас экономическая прокси-война с бачку. Что касается энергетической системы Европы, самый интегрированный показатель – то, что за два года объем потребления природного газа в этой части света упал на 20 с лишним процентов. То есть это затухающая цивилизация, при этом катастрофического падения численности населения не случилось, значит падает спрос в промышленности. Значит промышленность деградирует, что мы собственно говоря и наблюдаем. При этом жонглеры цифрами нам показывают, что УВП если снизился, то крайне незначительно. Но как повысить УВП, мы с вами прекрасно знаем. Если с завтрашнего дня объявить рост расценок нотариусов и парикмахеров в 100 раз, то у нас по итогам года будет гигантский рост УВП. И можно этому радоваться, поскольку в той же Германии вполне себе учитывается статистика работы домов терпимости и прочего, то можно нажонглировать все что угодно. У них сейчас спад промышленности 6% в год по официальным данным. Да, мало того, поскольку любой реальный сектор промышленности достаточно инерционный, бегство из Европы быстрым не будет, потихоньку все будут присматривать новые юрисдикции. Многим нравятся Соединенные Штаты с их законом о борьбе с инфляцией, где вполне реально не только льготы, но и прямые вливания в любую компанию, желающие переместить на их территорию что-то реально работающее, а не какие-то услуги консалтингов и прочих. Поэтому многие направляются туда, многие рассматривают возможное место Китая с его рынком. Так что этот процесс начался, когда на чем он закончится, сказать сложно. Стену они уже строить начали, был такой популярный молодежный фильм про зиму, про стену, про одичаловь за стеной. Но у них даже со стеной проблема, поскольку производство строительных материалов тоже вещь энергоемкая. Ну, в принципе, Александр Григорьевич обещал помочь кирпичом, если что. Главное, чтобы они повыше строились. Что касается их энергетической системы, то, что они находятся в тупике, достаточно очевидно. У нас в апреле, сразу после дня рождения Владимира Ильича Ленина, будет еще один праздник, юбилей. 15 лет со дня принятия директивы ОВИИ Евросоюза. Директивы – это то, что исполняется в обязательном порядке. То есть вот 15-летний юбилейчик. Они могут осуществить, какие результаты это дало. Если так очень кратко, то причина директивы – это то, что не обсуждается. То, что выполняется всеми странами-членами без всяких разговоров. Внедряется в национальное законодательство и так далее. Даже Британия этой участи не избежала. И в этом году она была вполне себе еще в составе Евросоюза. Основное – это демагогия о необходимости защиты климата, спасения от глобального потепления и прочее натягивание совы на глобус. Давайте все дружно перейдем на зеленую энергетику. Причем зеленая энергетика у нас только солнце и ветер и гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт. На 26 мегаватте вода, проходя через гидроагрегат, исчезает. Ну или в крайнем случае становится черной, поэтому это не зеленая энергетика. Ну, а как еще, если она не зеленая и невособляемая? Да, очевидно. 25 мегаватт – да, 25,01 – все, нет воды. Ну, там причин две, как бы, два этажа подвальных. Один понятен. У них обитатели Европы куда-то в спинной мозг вбиты в страхи по поводу кризиса нефтяного всемирного 1974 года, 1979 года. Это повторный акт бояться, просто бояться, понимают, что месторождение на территории Европы, мягко бы сказано, на убывающей стадии, на всех не хватит. Для развития промышленности необходимо увеличивать импорт энергетических ресурсов, увеличивая этим зависимость. Любой вариант генерации энергии без ископаемых источников – это рост независимости. Это первый этаж подвала, второй этаж подвала еще более понятен. По состоянию 2009 год технологии ветровой генерации, солнечной генерации наиболее разницы были именно в Европе. То есть здесь, разумеется, любая европейская инициатива – это про деньги, они по-другому мыслить не умеют. То есть, используя демагогию необходимости защиты от глобального потепления, от бешеного роста углекислого газа, заставить развивающиеся страны согласиться на строительство солнечных ветряных электростанций, просто увеличить, во-первых, просто, во-первых, увеличить прибыль, если это кормить из государственного бюджета. Ну, вообще, все хорошо. Никто не рассчитывает ни при какую прибыль, если мы говорим о… Ну, вот классический пример – это ЮАР, в ЮАР поверили, что у них все будет хорошо. Закрыли угольные электростанции, 180 дней блокаутов в году. Что, естественно, никто ничего не дал, за это, оказывается, надо платить. Все разговоры о том, что развитые страны там создадут какой-то фонд и кому-то что-то помогут – это в пользу бедных. Ну, не прошло. Не прошло по целому ряду причин. Одни сугубо геополитические. Китай, оценив, насколько велико стремление Европейского Союза к этой зеленой генерации, взял эти технологии под свое крыло. Соответственно, при их масштабе производства в Европе спорить уже не о чем. Как выяснилось, еще и химические элементы, требующиеся для солнечных панелей, тоже находятся в Китае. А не в Европе. То есть, вот как-то так не сложилось. Кто бы мог подумать? Совершенно неожиданно. В 2011 году это начало активного раздувания до истерики антиядерных настроений. Фукусима, значит, все атомные электростанции обязательно взорвутся, все непременно, их надо закрыть. Доходило до полнейшего абсурда. В Подольске у нас есть конструкторское бюро «Гидропресс». Там каждые два года проходят международные конференции по безопасности реакторов типа ВВР. В Венгрии регулярно проезжают. Они мне показывали фотографии митинга в Будапеште антиядерного. Олимпийская публика, она прибыла из Токио. Им даже плакаты не поменяли. Они вот вышли, развернули. АЭС строить нельзя, потому что она не защищена от цунами. Все хорошо. В Венгрии-то оценили. Молодцы. Дальше становилось ясно, что тупик все более очевиден, потому что климатически зависимая генерация на солнечных ветряных электростанциях, да, она дешевая, если не считать тех мер, которые необходимо применять для того, чтобы интегрировать ее в объединенные энергосистемы. У нас, если касается электричества, два пика потребления, утренний и вечерний, ночью мы спим, нам ничего не надо. Утром мы встали, включили лампочку, включили кофеварку, а поскольку у нас 140 миллионов, вот вам и пик. Включились все городские службы, заводы, фабрики, пароходы, магазины и так далее. Вот он пик. Дальше мы работаем на более-менее постоянной нагрузке, вечером мы ушли с работы, пришли домой и опять все включили. Вот второй пик. Обычная традиционная генерация под это уже как-то приспособилась, потому что вот так мы живем, никуда от этого не денешься. Солнечная генерация, она принципиально недиспетчализуема. Есть солнце, есть генерация, пришла туча, нет генерации, есть ветер, есть ветровая генерация, слишком сильный ветер, нет генерации, ну и так далее. То есть на пилу потребления накладывается еще и пила производства. Соответственно, надо каким-то образом балансировать. Европе повезло в том плане, что у нее очень хорошо использован гидропотенциал. Более 80% гидрогенерации, это самый оптимальный способ генерации нагрузки. Вода идет либо через гидроагрегат, либо за считанные секунды заслонка отправляет на холостой сброс. Но этот запас закончился, так же, как и с гидроаккумулирующими электростанциями. Полугодовые колебания генерации на Солнце и на Ветре не компенсируются ничем. Для этого нужны только ГЭС, никакие другие варианты не проходят. Солнца зимой меньше, зато ветра больше, ветра летом меньше, зато больше Солнца. Вот это тоже надо как-то регулировать каким-то образом. Все возможности закончились. Только в прошлом году в специализированных журналах впервые стали появляться расчеты Ассоциации Энсоэ. Энсоэ это Ассоциация компаний-операторов, передающих электрораспределительные компании. Потому что последний способ генерации, который имелся в регулировании мощности, который в Европе имелся в запасе, это перетоки между регионами. Грубо говоря, в Финляндии сыро, ветра нет и капает дождик. В Испании жара, значит, сгенерированную солнечными панелями электроэнергию надо передать в Финляндию. Это немножечко стоит денег, потому что нужно строить новые линии электропередач. В Европе самый дорогой ресурс это земля. А тут еще и... И так далее. Ну и в обратную сторону то же самое. А вот по подсчетам Энсоэ прошлогодним, для того, чтобы урегулировать нарастающую установленную мощность солнечных ветряных электростанций, требуется 1,2 триллиона евро. Предварительный расчет далеко не точный. Да, приблизительно такая же реакция и была. Причем задуматься об этом в 2023 году, хотя директива ОВИИ появилась в 2009. 14 лет размышлений, не случайно именно в Европе зародились анекдоты о горячих эстонских парнях. Все как-то совпадает. Приблизительно тогда же европейские многомудрые политики, задумавшись о судьбе атомной генерации, неожиданно поняли, что химическая реакция горения там не используется, никакие углеводороды не жгут, оказывается это экологически чисто. Поразрение наступило. Ну, если только не цунами в Будапеште, это самое страшное. То есть, вот 70 лет у нас в этом году, со дня начала работы первой АЭС, и вот приблизительно в это время мы догадались, что это экологически чисто. За это время у нас что произошло? У нас произошло, как модное слово, компетенция, но люди умерли. Не строили мы новые атомные электростанции, людям свойственно умирать. Молодежь в отрасли, где ничего не происходит, разумеется, идет неохотно. Технологические линии, которые обеспечили производство оборудования, давно расформировано, нет заказов, какой же завод будет держать в неподвижном виде. Опять прикрываясь красивыми лозунгами, вот многоуважаемая Германия и ее замечательный политический лидер Олаф Шульц. Замечательный человек, с огромным уважением отношусь к его деятельности, потому что то, что не сделал мой родной дед, берет на себя Олаф Шульц. Молодец, молодец, дай бог ему здоровечка и успехов. Закрывает атомные электростанции со словами, что я сражаюсь за охрану природы. У тебя просто работает там некому, родной. Нет специалистов, кончились. Что будет делать Европа дальше со своим энергетическим хозяйством? Незадолго до проведения Атомэкспо в Брюсселе состоялась широко разрекламированная в Европе атомная конференция. Там собрались выдающиеся люди, два организатора МАГАТЭ и правительство Бельгии. Брюссель, прекрасный город. Вот участие МАГАТЭ я еще понимаю. Столько лет лили грязь на атомную энергетику, и вдруг наступило прозрение, зеленая таксономия разрешена, то есть льготные уровни кредитования, помощь со стороны государства, все можно, но никто не делает, потому что никто не умеет. Ну, кроме Польши. Я учился в школе лет 50 тому назад, тогда появилась пословица, что на три вещи можно смотреть бесконечно, как льется вода, как горит огонь, как Польша строит атомные электростанции. Это одного порядка все. Вот собрались замечательные люди поговорить о том, как они будут развивать атомную энергетику. Там отсутствовал Китай, там отсутствовала Россия, там отсутствовала Южная Корея. То есть все те страны, которые умеют строить атомные реакторы, там не присутствуют. Они собрались, поговорили, это было широко разограммировано. Действительно большие специалисты по атомной энергетике подъехали. Это министры иностранных дел Турции, министры иностранных дел Азербайджана, министры иностранных дел Армении. Им было о чем поговорить. Ну, вот, собственно говоря, все. Потому что из французского реактора строения, из европейского реактора строения осталось только французское. Вот совсем недавно они успешно построили атомную станцию 40 кВт. В прошлом году, в 23-м, только-только начали, в 2005-м, а в 23-м уже закончили. По плану, правда, было в 2009-м, немножко задержались, в 3,5 раза превысили смету, почему-то больше заказов нет. Странно. Успешно продолжается строительство еще одного такого же реактора у них на родине, в составе атомной электростанции «Фламм». Там в 2007-м году стартовали, поэтому, естественно, еще не успели. Батт строить. Ну, время в обрез. И есть еще один, ну, старик-мазох, он вроде как львовский, но его идеи почему-то восприняли хорошо в Лондоне. Там в составе атомной электростанции «Хинклпоинт-СИС» строятся сразу два энергоблока на базе того же реактора ИПР-1600. Те англичане, которые еще не забыли, что у них есть чувство юмора, они уверены, что это хорошо, потому что у них будет объект недвижимости, самый дорогой за всю историю цивилизации. Французский «Шарм» – это сказать, что два реактора будут стоить 26 миллиардов фунтов стерлингов. Через три года после строительства сказать, что сметра немножко увеличилась, пока получается 46. Процесс идет. Новых заказов у французов нет. Почему? Не понимаю. А у них же еще была надежда на атомные подводные лодки для Австралии? Или там были обычные подводные? Атомные подводные лодки. Из тех, кто действительно там что-то может. Это, конечно, компания «Роллс-Ройс». Она многим известна. Она для шарпотреба какие-то автомобили выпускает, по-моему. Реально, это компания, которая обеспечивает атомный подводный флот танги реакторами, двигателями и так далее. То есть, ну, на досуге, да, какие-то машины, никто не спорит. Они единственная компания в Англии, которая еще в 17-м году очень активно пыталась убедить свое правительство, что без сотрудничества с Росатомом ни о какой атомной энергетике говорить не приходится. Одна из самых модных тем – это атомные станции малой мощности. Заводская сборка ускоряет процесс, удешевляет процесс. На месте готовим фундамент, привозим готовый блок, поставили. Вырос спрос, привезли второй блок. Идея красивая, но для того, чтобы малые реакторы экономически себя оправдывали, там требуется топливо с обогащением по делящемуся изотопу уран-235-19%. На этой планете их делает только Росатом. Так бы все бы хорошо. То есть, Росатом смотрит на бурное развитие технологий атомных малых... Атомные станции малой мощности спокойно, рассчитывая занять процентов 15 с рынка. На день сегодняшний насчитывается 82 проекта атомных станций малой мощности. Работает ровно один, академик Ломоносов в городе Певике. Но зато 82 проекта есть. И у них там возникло напряжение. Если мы строим эти атомные электростанции, если хоть один из проектов будет реализован, топливо можно купить только в России. Задается вопрос... Есть такая компания Юренко, которая освоила обогащение на газовых центрифугах. Можете построить такой завод? Да. А сбыт будет? Ну, мы будем строить атомные электростанции. Контракт подпишем? Ну, мы же пока не построили, как мы подпишем? До свидания. А как мы будем строить топливо? Нет. А как мы будем строить новый топливный завод, если атомных электростанций нет? Тут, я думаю, у них лет 10 на выяснение отношений, кто быстрее, кто медленнее, кто первый, кто второй. Ну, так получается. Так что это тоже не вариант. Что у них там еще в запасе? Биомасса. Выращиваем кустарник, отправляем его в топку в электростанции. Ну, то есть, вот я рассказывал, как я вижу развитие цивилизации. Вот, да, да. То есть, спираль бывает вверх, бывает вниз, а здесь куда-то вот... Сушольники. Да, еще в запасе есть. Водородная программа 2020 года, принятая Евросоюзом, она тоже прекрасна. Еврокомиссар по энергетике Катри Симпсон из Тонка заявила, что к 50-му году в Европе вообще не нужна ископаемая топлива. У нас все будет зеленое, красивое. Водород из крана идет. Если электроэнергии не хватает, значит, докручиваем еще пару розеток в комнате, и электричество становится больше. У меня вопрос. Они научились водород перевозить и транспортировать без потерь? Он же летучий. Тут хорошо же сидели. Я прошу прощения, я просто... Я человек пожилой. Я еще помню времена, когда при советской власти перед художественными фильмами крутили вурналы документальные. И я несколько раз в панорамном кинотеатре «Мир» на Цветовом бульваре смотрел журнал, как по городу Москве ездит «Жигуль» с водородным двигателем. Меня еще тогда интересовало, как они этот водород ему в баке заливают, и, соответственно, какое количество водорода из того, что они туда залили, попадает потом в двигатель. Потому что, в общем, утечка водорода вещь не страшная, она экологически чистая, но эффективность как-то она уменьшает. Курить рядом не надо. Курить нет. Можно, но один раз. И очень легко бросить. А кто-нибудь... А кто-нибудь видел, как оно взрывается? Красиво. Чем хорош водород, у него стихиометрия, она широчайшая, то есть около 4% в атмосфере, и вам уже готов глушительный эффект. Да-да-да-да. Причем все превращается в пыль. И яркие эффекты, и громкие. Пыль все превращается. Он же объемный, врыв. Поэтому красота неописуемая. Ну, на самом деле, что касается водородно-энергетики, там много слов можно говорить. Были реальные совершенно эксперименты. Компания Kawasaki и Япония на одной из своих газовых электросенсов попробовала, что будет, если в метан добавить водород. Добавили 20%, получили повышение КПД чуть ли не на 8%. Это очень много. Действительно получили снижение всевозможной гадости в выбросах. Нашлась еще одна японская компания, которая сказала, да что там 20, давайте 50 попробуем. У них электростанция была застрахована. И мы кидаем наши снасти в реку, а этот динамит взрываем. И они согласились с выводами, которые сделала Kawasaki, оптимальная добавка не более 20%. Собственно говоря, все. Вопрос, куда добавлять, где взять метан, в Европе решается по-разному. Что касается широко распространенной версии о том, что операция Украина была затеяна Штатами для того, чтобы поставлять свой газ, это, конечно, вранье от частейшей воды, многократно повторенная дезинформация, ничего с этим не сделаешь. Все компании, занимающиеся производством СПГ на территории Соединенных Штатов, работают по так называемой тролинговой схеме. Если я компания, желающая приобрести американское СПГ, первый шаг, я являюсь на национальную биржу Henry Hub, покупаю нужную партию газа в нормальном состоянии. Доплачивая 15%, мне ее транспортируют на завод по сжижению. Дальше нужно оплатить услуги завода, услуги завода на основании договора, где есть пункт сжижай и или плати. Заплати аванс, ты, грубо говоря, арендовал мощности, не пользуешься ими, ну, ты же арендовал, до свидания, пользуешься, доплати и получай. Все, что происходит с СПГ после того, как он произведен на американском заводе, американский завод не интересует. Free on the boat. Перегрузили в танкер-газовоз, дальше вы отошли на 10 миль, слили в океан, ваши проблемы. Отвезли в Африку, хорошо, в Европу, молодцы. Агентство информации, Министерство энергетики США, статистику ведет очень тщательно, открыто. Кто английским владеет, можете зайти, полюбоваться. Каждая партия СПГ, подходящая вдаль, вид деятельности лицензирован, тщательно протоколирует, куда ушло, сколько ушло. Крупнейший покупатель СПГ, производимого на территории США, компания Total Energy, второе место компания BP, третье место компания Shell и так далее. То есть разговоры о том, что американцы на этом что-то зарабатывают, они как продавали на условиях, так и продают. Кто купил, тот молодец. Если говорить об этой операции, то это не для того, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. Это для того, чтобы Европа не могла покупать газ в России. Немножко наоборот посмотреть надо, и все становится понятно. Вот отсюда рост стоимости на торгах на Хабе. А много российского газа сейчас поставляется в Европу под видом американского? Ну, этого никто не скажет, потому что, ну, если говорить о компании Total Energy, глобальная трейдинговая компания, у нее 10% акций в проекте Ямал СПГ и 19% акций в компании Novotec. Вот попробуйте разобраться, что откуда идет. Ну, конечно, отслеживаются, потому что, в отличие от нефтяных танкеров, танкеров-газовозов, счетное количество 1782, их на день сегодняшний, они отслеживаются. Просто потому, что их мало. Ну, никаких санкций в отношении газа нет. Понятно, что часть европейских государств отказалась, но это тоже, на самом деле, оправданно. Потому что сначала, в начале марта 22-го года, молодой перспективный политик Джо Байден с визитом в Польшу, и там, в присутствии высокопоставленных панов, он сообщает о том, что Америка предпримет все необходимые действия для того, чтобы Россия вернулась с границы 19-го века. Впечатление поляков. Через две недели после этого указ Путина «Газ за рубли». Ну, понятно, что они от таких предложений шарахнулись. Прибалтика, Польша, Финляндия. Ну, как? Уже что? Уже началось? Один говорит про границы 19-го века, второй про рубли. Вы что? Страшненько. Страшненько. Ну, это самосанкция, тут ничего не сделаешь. СПГ идет беспрепятственно. Литовцы, которые очень любят, рассказывают о том, что они отказались от российского газа. Они, конечно, молодцы, у них контракт с ТОТЛ. Откуда ТОТЛ привезло, оттуда и возьмете. Написано «Газ». Да. Написано «ТОТЛ». Все. Разбирайтесь, как хотите. К сожалению, то, что у нас происходит с производством СПГ, цензурными словами, трудно комментировать. Как бы это помягче. СПГ бизнес, он достаточно многосоставной. Газ нужно добыть, подготовить к транспортировке, доставить до места ожижения, произвести все операции по сжижению, накопить заводской емкости. Не случайно про емкости. Вот эти красивые сгущенный газ. Дизайнеры действительно постарались, они необходимы. Потому что подошел танкер, но и будет ждать, когда с технологической линией, ему там в течение двух дней будет чего-то набираться. Стоимость вот таких емкостей красивых порядка 20% от стоимости проекта. То есть, все по-серьезному. А дальше танкер-газовоз. Танкер-газовоз, который должен поставить газ к регистрационному терминалу. Все составные части. Мы умеем газ добывать, мы умеем транспортировать. У нас нет освоенной своей технологии кромнотоннажного сжижения. Если говорить о наших проектах, какие сейчас работают. Кромнотоннажное сжижение на Сахарине. Лицензия Shell. Но патент Air Product, американская компания. Arctic SPG-2, немецкая компания Linde. Свой оригинальный патент. Компания Linde ушла. Шау шли. Вот мы сидим довольные собой. У нас есть множество патентов. Причем не только новотековские четыре штуки. Два варианта среднетоннажного сжижения. До миллиона тонн в год. Выше миллиона тонн считается крупнотоннажное. Патенты защищены в прошлом году. Два варианта от новотека. Один арктический, второй всепогодный. Производство СПГ в Арктике дешевле, чем в Катаре. Вот как воздух в этой комнате сделать жидкостью. Поднять давление, охладить, поднять давление, охладить. Так за шагом. Вот если Катаров начинает газ ожижать при плюс 35, то у Ямала, у проекта Арктик СПГ, арктический каскад так назывался. Первая ступень каскада, открытая фурточка на Ямале. Минус гарантирован сразу. Вот без ничего. Ничего делать не надо. Катарцы туда ездили. Они в восхищении, как можно и с чего именно делается конфетка наша арктическая. Они думали, что холодно это плохо. Нет, это дешевый средит. Вторая технология всепогодная, то есть крупнотоннажное сжижение, можно в любом климатическом поясе делать. В декабре появилась собственная технология, патент получен в сентябре. В декабре подтверждена у компании Роснефть. Восточная энергия, по-моему, так называется. Но это патент, это не технологические линии. Сейчас выясняется, что да, удалось построить первую технологическую линию, доставить на место проект «Арктик-СПГ-2». ЖИКС КПЭТ, введенку поставить неоткуда. У нас нет танкеров и завозов. Мы не успели их освоить. Мы в 2009 году одновременно стартовали два крупных проекта, абсолютно новых для России. Это завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ» и судостроительный комплекс «Звезда» рядышком с Владивостоком в городе «Большой Камень». Мы все время как-то обиженно себя чувствовали, что у нас есть только советский долгострой. Но теперь все, можем чувствовать себя уверенно. Строительство завода стартовало в 2009, сейчас строится вторая линия. Все в порядке. Мы никуда не торопимся, мы все умеем. Мы молодцы. Может быть, будет достроен завод. Все зависит от китайского генерального подрядчика. Слава Богу, у нас есть федеральная антимонопольная служба. Вместо того, чтобы как дураки создать свою строительную компанию и спокойно работать, мы провели тендер, китайцы выиграли странно. Откуда у китайцев больше опыта, чем у наших дальневосточных строителей? Кто бы мог подумать? Мы никуда не торопимся. Сможем ли мы нарастить объемы производства СПГ, сказать сложно. 1 апреля этого года вышло распоряжение правительства номер 755-Р. Я ничего вас не мучаю вот этими цифрами. Прекрасно. Создается... Поручается Новоку подписать соглашение о намерениях с компанией Новотек о работе по направлению производства оборудования для СПГ. Ответственный орган Министерства промышленности и торговли, исполнительный орган, координационный совет по импортозамещению. Внимание, вопрос. А куда до этого выделялись деньги по этому направлению? Деньги начали выделяться в 2018 году. За это время выделены 14 миллиардов. Ответственных нет. Координационной компании никакой нет. Дорожной карты нет. Куда-то деньги выделялись. Почему только Новотек? Почему нет Роснефти? Почему нет Газпрома, у которого технология Газпром МР запатентована в 2013 году? Вопросы больше, чем ответов. Неизвестно, чем мы собираемся заниматься. Что касается строительства танкеров и газовозов, здесь очень сложное отношение, прежде всего, с Южной Кореей. Компания «Део», которая сейчас как-то по-другому стала называться, я не знаю, как произнести это волшебное слово, для меня она осталась «Део», оказывала шерстскую помощь. В мире нет ни одной страны, которая бы начинала развивать судостроение без государственного участия, без огромной помощи, без налоговых льгот, прямого субсидирования и так далее. Здесь ничему удивляться не надо. Курирует строительство судостроительного комплекса «Звезда» компания «Роснефть». Известная судостроительная компания с богатым опытом. Прекрасное организационное решение, я считаю. Ну, кого еще можно было поставить? Конечно, «Роснефть». Это же судостроительный завод, правильно? Значит, «Роснефть», однозначно. «Роснефть», я так понимаю, прочитав соответствующий учебник, что можем, делаем сами, что не можем, берем на лучшие образцы. Ну, набрали. Криогенные емкости от французов, винтеролевые колонки, которые позволяют судну развернуться на 180, нисходя с места от «Дженерал Электрик», двигатели, работающие на СПГ, от финской компании «Верстила». Все нормально, все ушли. Здравствуйте. Почему с нами работали корейцы до последнего? Мы для них не конкуренты. Нам требуются не просто танкеры газовоза, а танкеры усиленного ледового класса. Для международной классификации отдельная строчка «Ямал-Макс». Они знают, что Россия никому эти танкеры не передаст. Они в два раза тяжелее, в два раза дороже. Один требует больше топлива, но кто такую радость купит? Даже если купишь дешево, ты потом на топливе все проиграешь. Шевскую помощь просили оказывать за деньги, они и оказывали с удовольствием. Начинали мы с крупноблочной сборки, то есть блок готов, доставили на завод, здесь его связали. А сейчас продвинулись глубже. В этом году южнокорейцы должны были отдать 6 танкеров, отдать не могут, попали по санкции все, какие только можно было. Продать некуда по сказанным причинам. Слишком дорогая игрушка. Отдать в аренду еще как-то. Наверное, надеюсь, что Леонид Викторович придумает. Он не первый раз в таких ситуациях, оказывается, всегда придумал. Может быть, эти танкеры спишут, или их приобретет какая-нибудь компания Ивановой Польки, как на острову в крокодиле слезы или еще что-то. Произойдет, пока просто не работает. Вынуждены остановить линию, соответственно, остановлена добыча. Жидкость капает, ведра нет. Лужа будет. Так что разговоры о том, что Россия вырвется вперед и помчится в этот СПГ-бизнес семимильными шагами, которые мы постоянно слышим от высокопоставленных чиновников, может быть, мы увидим дорожную карту. Напомню, что общими усилиями Минпромторга, Новотека и Росатома на базе НИИЭФа, научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры, город Санкт-Петербург, построен испытательный стенд для оборудования крупнотоннажного движения. Их два в мире, наш второй. Загрузка, то есть мы производим незнакомое нам оборудование, где-то его надо проверить. Вот стенд. Совершенно уникальный. Все испытания, которые там проводили, проводят подразделения Росатома. Больше желающих нет. Росатома научилась делать насосы, стендеры, там много чего еще, сам у себя проверил, пригласил в правительственную комиссию, уголочку поставили, молодцы, больше желающих нет. Сейчас появится дорожная карта, заявлено, что будет финансирование в размере 24 миллиардов рублей. Новотека правительства пополам. Но, может быть, немножко раньше надо было. Может быть, вот эти вредные анекдоты про горячих эстонских парней на территории России вообще запретить законодательно, как оскорбляющую честь и достоинство нашего прекрасного, замечательного правительства и Министерства торговли. Это как и там промышленность. Причем те ошибки, которые были у министра промышленности, Дениса Мантрова, я надеюсь, что сейчас их будет легко исправлять, потому что новый вице-премьер, отвечающий, курирующий вот это развитие, Денис Мантров с этим министром что-нибудь сделает. Тоже хорошее кадровое решение, сам себя курирует. Я понимаю, что это вещь, как называется, неправильная, там говорить, но сама по себе формулировка Денис Мантров что-нибудь сделает, представляется мне несколько самопротиворечимой. Ну, я уверен, что у него это получится. Да? Вот такие ответы. Скоро пойду МГИМО преподавать. То есть вот такая обстановка, которая, ну, не сказать, чтобы сильно выигрышная была по участию СПГ индустрии, по-прежнему есть надежда на трубопроводный газ, надежда не только юношу питает, но и Россию, Газпром. Понятно, что поэтапно выходит на полную мощность силы Сибири. Напомню, что вот когда в Европе наступило похмелье после Дня Красной Армии в 22-м году, я не знаю, что они там пили, но у них похмелье до сих пор не проходит, что-то страшное, это какие-то вот ненаши напитки. В 22-м году поставки по силе Сибири были 15 миллиардов кубометров в год, проектная мощность 38 с поэтапным наращиванием. То есть вот одну часть потерь бы компенсируем здесь. Началось строительство Сахалинского маршрута, с северного шельфа Сахалина через Хабаровский и Приморский край в Китае. Еще 10 миллиардов кубометров и ведутся переговоры по силе Сибири-2. С какой скоростью они будут идти, сказать сложно, потому что китайцы и сами по себе сложные переговорщики, и то место, куда должен прийти маршрут, северо-запад Китая, малонаселенной промышленности нет, то есть им надо совмещать планы пятилеток с планами строительства газопровода, то есть переговоры здесь простыми не будут. У меня вопрос. Внутренние дотации Китая составляют 25% от ВВП. Это означает, что по мере развития кризиса в Соединенных Штатах Америки исчезновение для Китая значительной части внешнего рынка, чем не только американского, но и многих других, которые живут на долларах. А почти все рынки живут на долларах. Вопрос. А не выяснится ли так, что им вообще не будет нужен газ российский, что им хватит, например, одного туркменского? Туркменского газа не хватит, потому что идущий на день сегодняшний 55 миллиардов кубометров для Китая точно мало, с учетом развития химической отрасли, с чем мы явно не успеваем, на мой взгляд. Ну, это уже, наверное, отдельная часть разговора. Спрос у них есть. Юго-Восточная Азия развивается, большие интересы у Китая, в Африке, и весь вопрос, что будем делать мы. Друзья, наступил новый этап в развитии России. Ранее мы вам говорили уже о нем. Этап – смена элит. Сейчас об этом уже говорит президент. Вы слышали его обращение к Федеральному собранию. Для того, чтобы понять, что происходит, необходимо подняться на определенную высоту. Тогда можно увидеть свою цель, тогда можно понять свой путь. Приходите на факультет высшего управления. Мы поможем вам подняться на определенную высоту. Мы поможем вам увидеть свою цель. Но ваш путь вы пройдете не один. Вы пройдете с командой. И эту команду вы обретете на факультете высшего управления. Приходите на факультет высшего управления, станьте частью большой нашей команды. Ключевой геополитической задачей Соединенных Штатов Америки является отобрать рынки Юго-Восточной Азии и Китая. Есть у меня гипотеза, что отберут. Китай сопротивляться не будет. То есть всерьез. Будем смотреть. Следующая часть размышлений, еще одна трубопроводная инициатива «Газпрома», реализована просто с невероятной скоростью. В 70-е годы построена система магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр», САЦ. Четыре трубы, транзитная мощность, 20 млрд кубометров газа каждая. Простите, в прошлом июне подписали договор с Узбекистаном, в октябре газ пошел. Я такой скорости его просто не видел. Это и технические аудиции, частичная замена линейной части, трубы старенькие, они с 2016 года не использовались. Переставлены газоперекачивающие агрегаты в обратном направлении газоизмерительной станции. Все это за три или четыре месяца, это нечто фантастическое. Договор был о поставках 2,8 кубометров в год. За кусочек 2023 года с октября по январь поставлено 1,2, то есть в три раза больше, чем было подписано. Узбекистан уже сверстал программу, сколько денег ему нужно для того, чтобы расширить сетевое хозяйство для увеличения импорта с севера. Так у них в программе на сайте Министерства энергетики, значит, 470 миллионов долларов. Ну, это так по-серьезному. Они рассчитывают выйти на 12 миллиардов кубометров в газовый год. Это уже достаточно большая величина. Очень удачно прошли переговоры у Газпрома с компанией газовой Киргизии. Там небольшая страна, но сейчас по ставке около 500 миллионов кубометров намерены вырасти до 1,3. Кто помог провести переговоры вот этих двух компаний, компания Газпром и Газпром Кыргызстан, не знаю, повезло, сумели договориться. Тоже вроде бы небольшая величина, но судя по заявлению Алексея Миллера в декабре этого года, в середине года рассчитывают выйти на подписание уже долгосрочных контрактов с Узбекистаном и с Казахстаном. Узбекистан свое слово сказал, Казахстан пока думает, у него и запросы больше, и проблем больше, чем у Узбекистана. В середине года есть подозрение, что речь идет о Питерском международном экономическом форуме, не так далеко. Как будет звучать слово Казахстана, по оценке их Министерства энергетики, в этом году, в 2024-м, Казахстан выходит на ноль. У него нет возможности наращивать потребление за счет собственной добычи, она у них немножечко снижается. Обязанности перед Китаем по поставкам по магистральному газопроводу в Центральную Азию Китая выполнять надо. Вот ноль, все что дальше, надо договориться с Россией, больше низким. Туркмения навстречу не идет, причины тоже понятны. Из 55 миллиардов кубометров газовый год, которые идут по магистрали Центральной Азии Китая, на долю Казахстана и Узбекистана, приходится 15 миллиардов, 40 миллиардов кубометров поставляет Туркмения. Сейчас на финальном этапе переговора по еще одной очереди, все той же магистрали Центральной Азии Китая, еще 25 миллиардов кубометров. Галганыш, гигантское месторождение, уникальное, там называйте, как хотите, очень много газов, очень сложное месторождение, увеличить на 25 миллиардов кубометров сложно. Кроме того, у него пошли свопы, у Туркменистана пошли свопы операции с Ираном, газ на север Ирана, Иран поставки в Ирак, 9 миллиардов кубометров в этой программе, тоже надо увеличивать. Нельзя сказать, что Туркменистан не помогает соседям, вот очень громко проговорили о том, что Россия начала поставки газа в Узбекистан, но Туркмения тоже начала поставки. В этом отопительный сезон 2 миллиарда кубометров, на среднесрочный контакт не идет, на долгосрочный не идет, каждый год надо подписывать, каждый год надо договариваться. Туркмения очень рассчитывает на то, что будет реализован проект ТАПИ, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, там 33 миллиарда кубометров, мы тоже заинтересованы. Газопровод по территории Туркмения из наших труб уже построен, запас труб на весь дальнейший маршрут, наша трубопроводная компания выполнила, заскладирована, лежит. Но дополнительные заказы на арматуру, на газоперекачивающие агрегаты пока еще не поступали, ждем. То есть для Туркмении это действительно много, у нее растет потребление внутри, так что рассчитывать на то, что именно Туркменистан придет на помощь Казахстану, Узбекистану, Киргизии, еще и Таджикистан есть в запасе, тоже без газа сидит. Я уж не говорю про Афганистан, на всякий случай, нынешнее правительство Афганистана склонно считать, что на его территории живет 35 миллионов человек. Я слово повторил оценку. Мы считаем, что нас живет 35 миллионов человек, электрификация территории Афганистана 30%. Запас огромен, небольшой Пакистан, я несколько лет повторял фразу 220 миллионов населения. Прошло 5 лет, я уже устарел со своими сведениями, уже 250. Нам бы проблема, а Идана из-за на месте не стоит, там люди работают. Но там, насколько я понимаю, сейчас 260. Назря в назрю. Они тоже работают. Тоже работают. Уникальная ситуация в Узбекистане. Во-первых, в 2015 году избранный президент Мирзиюев, одна из первых его фраз, в Узбекистан, с учетом его географического положения, не имеет права продавать ни одной молекулы непереработанного природного газа. Он совершенно прав. С одной стороны, с другой стороны, тоже была оценка ООН, что к 2030 году население бывших советских республик дорастет до уровня 80 миллионов человек. Планка результатов в прошлом году. В Узбекистане население в 1991 году 19 миллионов человек, по итогам прошлого года 36,5. Нам бы их проблемы, так сказать. Соответственно, растет спрос внутри, месторождение на позднем этапе выработки, и ни малейшего желания сырой газ куда бы то ни было продавать. Я думаю, что мы с ними сумеем договориться, потому что в Узбекистане нет выхода к морю, с кем-то как-то надо договариваться. Конечно, можно считать, что влияние Соединенных Штатов в небольшой Британии будет увеличиваться, но я общался с политологами, с аналитиками узбекскими. У них мнение одно. Сколько бы евро, фунтов, долларов нам не привезли, газы из них получить точно нельзя. Вот все хорошо, но и вода из них не капает. И, на мой взгляд, то, что достаточно очевидно становится, нас ушли, мы ушли, умер, и европейский рынок наиболее платежеспособный, наиболее финансово дисциплинированный, моих 50 лет приучали деньги вовремя платить. Нет этого рынка. Он убился об стену, выпил яд, он не важен. Нам, хотим мы того или нет, предстоит работать на рынках развивающихся стран, где с платежеспособностью значительно сложнее, чем в Европе, тоже никуда от этого не денешься. Соответственно, продавать энергетические ресурсы в кубометрах и в тоннах маржинальность будет низкой. Если говорить о Узбекистане, имеющиеся сведения, что стоимость поставляемого газа такая же, как для Беларуси. 125-127 долларов за тысячу кубометров. Можно было бы попробовать взять побольше, но в Узбекистане линейкой пользоваться умеют. Ребята, от Сибири до Белоруссии, а вот от Сибири до Узбекистана. Давайте как-то. При этом дефицит энергетических мощностей нарастает как в Казахстане, так и в Узбекистане. Перед Казахстаном я вынужден снимать шляпу. У них средний возраст электростанций больше, чем у меня, 62 года. Работают они уже так себе. Не знаю, в чем была проблема управленческая Казахстана. Конечно, они в 91-м году вышли очень энергодефицитными. Может быть, вот это расслабило. Не обращали внимания на состояние электросети. Что-то успели сделать. Новая восковольтная линия между Севером и Юлом проложили. Но за сами электростанции не брались. В Узбекистане большая ставка на солнечную генерацию со всеми вытекающими. Там регулировать опять за счет чего? Только газ. С водой проблемы. Действительно большие проблемы. Пустыня у нее идет. Тайние ледников идет. И ООН опасается, что регион Центральной Азии станет в вододефицитным. А это большие сложности вызывает. На мой взгляд, мы должны предлагать не только газ, но и технологии, позволяющие его использовать. С тем, чтобы продавать не кубометры, не тонны, а конкретно киловатт-часы. В этом случае маржинальность совершенно другая. С учетом тех связей, которые возникают в БРИКС, здесь мультипликативный эффект налицо. Последнее по счету саммит Россия-Африка. Выступление председателя Ассоциации энергетического союза стран Африки. И по их данным, 750 миллионов человек на материке не имеют доступа к электроэнергии. Тотальная нехватка. Если мы говорим о рынке СПГ, на день сегодняшний СПГ покупает 42 страны в мире. Остальные не покупают, потому что возможности нет. И смысла нет. Нет электростанции, зачем газ? Нет регистрационных терминалов, как я это куплю. Значит, только в том случае, если Россия предлагает сквозной вариант, мы построим вам регистрационный терминал, проложим трубы, построим электростанцию, протянем провода, создадим вам объединенную энергосистему, а мы это умеем делать со времен плана ГАЭЛРО, тогда будет другой результат, другая маржинальность и другая сфера технологического влияния России, прямо скажем. Для каждого из этапов надо готовить специалистов. Если мы готовим у себя, мы повторяем шаг Росатома на день сегодняшнего в ядерных вузах порядка 12 тысяч иностранных студентов, как выглядит обучение в МИФИ, год нулевой курс, освоение великого и могучего, 5,5 лет обучения, все, что в промежутках, это практика на заводах, в конструкторских бюро, на атомных электростанциях, Росатом готовит наших послов. В больших количествах ему такое не снилось. Они приезжают в свои страны после такой подготовки, они внутри нашей научной, конструкторской, инженерной школы. Это наши посланники. И я это вижу просто воочию. Атомэкспорт традиционно проводится в марте-апреле, как раз в это время выпуск в МИФИ. Я видел турецких студентов, которые приезжают туда, чтобы подписать контракт с дирекцией атомной станции АККУ. Я спрашиваю, вот ты подраздел 8 лет на то, чтобы получить образование. У нас не совпадают системы образования. Они поступают в наши вузы, могут закончив только два курса у себя. И потом 6,5 лет здесь. Совершенно гигантское. Говорит, ты не понимаешь, я приеду, я через неделю после того, как буду принят на работу, буду командовать пятью сотнями рабочих. Я построю атомную электростанцию, на которой я буду работать таких специальностей, которые я получил в Турции никогда не было. Все. Я говорю, а почему ты будешь командовать строителями? Что случилось, студент-недоучка? Он говорит, ну, это же строит Росатом сам для себя, собственник Росатом. Как ты думаешь, на каком языке чертежи? Росатом сам для себя на турецкий переводить ничего не стал. Ему и так хорошо. То есть Росатом – это еще немножечко МГИМО. Но по количеству выпуска и по тому, куда мы их выпускаем, это два МГИМО или три МГИМО. Я не понимаю, почему мы не можем повторить точно такие же шаги в отношении всех остальных углеводородов. Напомню, что 22 декабря 2005 года в выступлении Путина в адрес нашего замечательного федерального собрания прозвучали слова о концепции России как энергетической сверхдержавы. Энергетическая держава – термин известный. Это любая страна, которая добывает на своей территории хотя бы один вид энергетических ресурсов в таком объеме, что может позволить себе поставки на мировой рынок. Владимир Путин предложил дополнить несколькими условиями. Эти месторождения контролируются государством. Добыча идет за счет тех технологий, которые государство разработало самостоятельно. И государство предлагает энергетические ресурсы вместе с технологиями, позволяющими его использовать. Вот то, что мы наблюдаем сейчас. В феврале месяце того же года проходила школа «Единой России». Модератором выступал известный очень в широких кругах шахматист Аркадий Дворкович, который сообщил, что концепция прекрасная, но что значит самостоятельно? Нам надо начать с того, чтобы освоить высокие технологии в добром сотрудничестве с нашими западными партнерами, и только после этого. Больше слов о России как энергетической сверхдержаве никто не произносил, но если мы смотрим на «Росатом», то мы наблюдаем ту самую маленькую модель в России как энергетической сверхдержавы. «Росатом» поставляет абсолютно все. От технологий по использованию до топлива. Результаты мы тоже видим. Если наши угольные и газовые компании борются за контракты продолжительностью 2-3 года, следят за котировками, биржами, хабами, черти чем еще. Мы строим от электростанции «Вальдобара» топливный контракт 60 лет. Мы строим «Бангладейш» топливный контракт 60 лет. То есть никому больше не снилось. Мы строим все, что угодно. Единственное, напомню, когда был создан спецкомитет по энергии атомного ядра, властная вертикаль была достаточно короткой и емкой. Сталин, Берия, Курчат, как научный укладитель. Сейчас все изменилось. У нас есть две государственные корпорации, которые не подчиняются правительству, подчиняются напрямую президенту «Росатом» и «Роскосмос». Причем так было не всегда. В 2007 году, когда был создан «Росатом» как государственная корпорация, он подчинялся президенту. В 2012 году неожиданное изменение законодательства. Он стал подчиняться напрямую премьер-министру. А в 2018 году опять подчиняется президенту. Не знаю, что за чехарда. По уставу «Росатома» высший исполнительный орган корпорации-генеральный директор. Точка. Больше никого и ничего. Генеральный директор назначается на свой пост указом «Президент России». Ну, Матсоветович. Ну, хорошо. Так и спецкомитет не из одного человека состоял. Но если я вас попрошу назвать фамилию директора дирекции ядерного оружейного комплекса, вы же ее не назовете? Ну-ка. Капец. Нет, уже нет. Уже нет. Я к тому, что и фамилия Курчатова прозвучала далеко не в 1945 году. То есть вот эта властная вертикаль осталась. У меня такое впечатление, что Путин отрабатывал на ней все вот эти технологии энергетической сверхдержавы, потому что других слов у меня нет. Мы видим, что делает «Росатом» на внешней арене. 70% строящихся за рубежом атомных электростанций – это «Росатом». мы видим, как вот эта нелиберальная структура, которая не прошла IPO, которая акции-то не имеет, что она делает внутри у нас? Наше прекрасное правительство, которое знает, что такое открытая экономика, либеральная доктрина и прочего, как только возникает какая-то проблема, выяснилось, что с советских времен мы тонем в отходах первого-второго класса опасности. Это отходы, которые природа не переработает никогда. «Росатом», который ничего не знал про химию, это федеральный экологический оператор, который работает именно с этими отходами. Ну, надо было. Надо было убирать свалки посреди городов, надо было решать проблему Уссулья-Сибирского, Красного Бурова под Питером, жуткой свалки и так далее, и так далее. Возникает «Росатом». Но «Росатом» в атом флоте это еще можно понять. У нас не полетела МС-21, нам не поставляют крылья композитные. «Росатом» от ниток до того самого крыла производит все. «Росатом», «Росатом», «Композитные материалы». Аддитивная технология 3D, моделирование, так скажем, «Росатом». Возникла необходимость в накопителях энергии, начиная от добычи руды, заканчивая производством тех самых накопителей, фабрики строятся в Подмосковье и в Калининградской области, что в 1926-1927 годах вдруг за другу начнут работать. То есть я могу этот список, ядерная медицина, «Росатом», «Ветроэнергетика» с локализацией уже более 80%. Это «Росатом», у остальных чуть менее 70%. Тоже достаточно неплохо, но «Росатом» все равно впереди. Малая гидроэнергетика, «Росатом», «Росатом», «Росатом». То есть у нас есть либеральный рынок, федеральная антибонопольная служба, министерство экономического развития, не знаю, чего управляют. У нас все есть. Но когда возникает проблема, надо идти в «Росатом», который решает проблему. Я очень надеюсь, что этот пример наконец станет всем понятен и станет заразительным. Потому что мы поставляем газ, мы поставляем газовую электростанцию, мы поставляем все электросистевое хозяйство, оборудование, и мы конструируем объединенную энергосистему. Вот тот путь, который Россия может взять на себя. В этом случае разговоры о влиянии каких-то не самых дружеских стран будут вести чем дальше, тем тяжелее. Потому что если мы приходим со своими технологиями, если мы приходим в те же африканские страны, где лампочка Ильича по-прежнему за чудо техники проходит, но не видят у нее 750 миллионов человек, не знают, что такое электричество, пока не приедут в город. Ну, совершенно катастрофическая ситуация. Но для этого нужно, чтобы наше энергетическое мышоностроение работало в совершенно другом режиме. Да, я с уважением отношусь к правительству Мишустина, потому что выдержать вот такой срок, который у него был, сначала пандемия, потом тут же специальная военная операция, они это выдержали. Они молодцы, но у меня впечатление, что это первая кавалерийская атака, или, я не знаю, там, психическая атака, но у нас в запасе была анкопулеметчица, ну хорошо. Но от обороны сражения не выигрывают. Мы выдержали этот натиск, но у нас не меняется статистика. Если мы смотрим на наш экспорт морской, на своих судах мы вывозим 10% наших товаров, все остальное на зафрахтованных судах. По оценкам специалистов у нас ежегодный отток капитала, вот мы о нем много разговариваем, нам кажется, что их воруют. Нет, на фрах и страховку чужих судов ежегодно из России уходило 100 миллиардов долл. Совершенно фантастическая сумма, которая позволяет строить судостроительные заводы, просто друг на друге там все наше побережье можно устраивать. Но мы этого не делаем. Мы сомневаемся, мы думаем. У нас объединенная судостроительная корпорация, после того, как 20 лет просидела без гражданских заказов, набрала все, что приходило от рыболовов, от рыболовецких компаний, знаменитый указ, поручение правительства Медведева, квоту под киль, хотите получить лицензию на вылов, покажите судно, которое вы построили в России. Брали все подряд, особо не стесняясь. В результате Путин вынужден передать под объединенную судостроительную корпорацию, под управление ВТБ, для того, чтобы понять, кто кому сколько должен, и сколько штрафов еще предстоит заплатить. Мы теряем темп. Мы сейчас работаем по стратегии развития судостроительной отрасли на период до 2025 года, принятого в 2019 году. В этом году загрузка наших судостроительных мощностей должна составить уже 74%. Прекрасно. Прошлым летом, после визита на Дальний Восток, приму о поручении премьер-министра в адрес Министерства промышленности о том, что нужна новая стратегия развития судостроительной отрасли, конечный срок, 31 декабря 2023 года. Не знаю, по какому календарю уже будут в Минпроме, но там оно еще не наступило. Но по-прежнему чего-то ждем. Мы теряем темп. Проблемы судостроения, они касаются не только СПГ, они точно так же касаются нефти. Да, мы сумели перенаправить, я просто в восхищении от наших нефтяников был уверен, что сорвемся в пике и объем добычи будет падать. Нет, мы развернули весь поток на чужих судах. Серый флот, это прекрасно, но он тоже стоит денег, который уходит из России. У нас на чужих судах уходит уголь, зерно, металл, и у нас все уходит на чужих судах. Россия при этом, как была, так и остается страной 11 морей и трех океанов. Ребята, мы что-то делаем не так. У нас в 2011 году объявила санкции против России наша компания РЖД. Я возьму свои слова обратно, если РЖД покажет золотой костыль, который был забит в первый стык железной дороги Кызыл Курагина, премьер-министром России Владимиром Путину в 2011 году. Дороги нет, но хоть костыль-то верните. Нет, у нас нет ни одного железнодорожного проекта, порученного РЖД, который не был бы сдвинут вправо. Абсолютно все проекты сдвинуты вправо. Северно-широтный ход забыт, потому что нужно срочно делать что-то с восточным полигоном. У нас на глазах частная компания «Ильгауголь» стартовала в 2022 году с Тихоокеанской железной дороги от месторождения «Ильга» до порта возле мыса Монорского в Хабаровском крае со всеми разъездами и прочим почти 600 километров. Сейчас весна 2023 года, с учетом климатических условий в Якутии, построено 300 километров. Частная компания. Вместе с портом строится одновременно. Губернатор Хабаровского края, когда ему сказали, что, знаешь, это не просто инвестиционный проект, там люди работают, порт строят. Прилетел на вертолете посмотреть порт, глянул, что и железная дорога, оказывается, как положено, ее строят с двух сторон. Не запланированно подошел к человеку в белой каске, в железнодорожной, поскольку человек у вас работает. 5 тысяч. А где же в их зале? РЖД говорит, что специалистов нет. Человек, понимая, что больше вопросов ему задавать не будут, так в полоборота. А нужно деньги платить. И ушел. Ноу-хау. Может быть, кто-нибудь сможет донести это до руководства РЖД, что если люди платят деньги, люди согласны работать. Вы как-то... Наши деньги кому-то платите. Ну да. Тоже правда. Тоже правда. То есть у России есть очень много проблем. То, что Путин предложил сейчас шестилетнее планирование, мне кажется, это дает хоть какие-то шансы на развитие, но нам очень много чего нужно приводить в порядок. Я с удивлением смотрю на то, как встречают премьер-министра в Думе. Да, понятно, что есть за что благодарить, есть за что пополагировать, но надо бы хоть какие-то вопросы задать. Понятно, что много вопросов касающихся социального положения, медицины и так далее, но о проектах развития тоже нужно что-то думать. У нас та проблема, которую нам подарила советская власть в наследство, 80 на 20, 20 на 80. На 20% территории от Урала до Западных морей это 20% территории и 80% жителей. От Урала до Тихого океана 80% территории и 20% населения. Если мы хотим развернуться на юг и на восток, как мы это будем делать? Нам нужно возвращаться к той практике, которая помогла нам победить в Великой Отечественной войне. Территория, территориально-производственные комплексы. У нас в Советском Союзе разработана теория этих комплексов. Мы это умеем. У нас, не знаю, чьим решением закрыто Министерство геологии. Когда нам говорят о том, что Дальний Восток может развиваться, но, господа, если уровень геологической изученности Якутии 17%, мы что собираемся делать? Мы можем говорить очень много слов о том, что будет газифицирован весь Дальний Восток, но на день сегодняшний наше самое восточное подземное хранилище газа находится в Ханты-Мансийском округе. Как мы собираемся, за счет чего технически возможно газифицировать Магадан вместе с его областью? У меня очень много вопросов, очень мало ответов. У нас монополисты РЖД, которые делают с нами все, что ей вздумается. Почему? Потому что у нас речной флот в загоне. Средний возраст зашкаливает за 50 лет. У нас, да, впереди искусственный интеллект, роботизация, цифровизация, не знаю, там придумайте еще какие-нибудь слова, но если средняя глубина олены 3 метра, вы что хотите? Вы как собираетесь работать? Нам нужны землечерпалки. Это высочайшая технология, нужна баржа, экскаватор и вторая баржа. Ну, джентльмены, может быть, соберемся с мыслями и как-то решим эту проблему? Когда в 2018 году Путин дает задание в 2024 году выйти на грузооборот по Северному морскому пути 80 миллионов тонн, все говорят да. Причем да, это будет выполнено, они говорили, до декабря 2023 года. В январе после каникул переключением рубильника все чиновники говорят о том, что грузооборот достигнет 200 миллионов тонн в 1935 году. А в этом году ну 40, но ничего страшного. Почему? Потому что единственная модель, которая есть, вычерпывая ВИЗИ, вычерпывая из ЖЖА и ВИЗИ. Других технологий нет, но напомню, что в советские времена опорных пунктов в акватуре Северного морского пути было 72 штуки, сейчас 6. Почему? Потому что у нас перестали быть с водоходными реки. Если вдоль реки нет производства, а производства нет, потому что нет возможности транспортировать, мы так и будем везти по Северному морскому пути только газ, уголь, нефть. Но крупнейший речной порт времен СССР назывался Новый Венгой. Ямбург, простите. Ямбург. Где он? Он был нужен Газпрому, он использовался как порт, после того, как Газпром привез все необходимое ему оборудование, он никому не нужен. Порт Зеленый мыс, граница Якутии и Чукотки, второй по размерам. Где он? Нет, потому что Колома не судоходна. Не судоходна, потому что никто ей не занимается. Великие сибирские реки, они были теми артериями, по которым Россия шла на восток и на север. Где они? Их нет. Даже европейские речные возможности не используем. У нас есть монополисты РЖД, которые ведут себя так, как ведут. Пока у него не появится конкурент, мы вроде как в капиталистическом мире живем. Будет конкурент, будет РЖД по-другому работать. Ну, на самом деле, для того, чтобы РЖД изменилось, надо с ним сделать примерно то же самое, что с Росатомом. Росатом уже работает. Работает. Ну, Скайли, да, работает. Ну, после проведенной приватизации РЖД догадалась продать все железнодорожные вагоны. Возникло бешеное количество компаний, которые не понимают, что они делают. Тот топливный кризис, который мы добили с усилиями благословенного министерства финансов в прошлом году, он, в числе прочего, связан еще и вот с этим. Потому что пока собственник был только РЖД, железнодорожные СССР с нефтепродуктами на базу прибыли, их тут же развернули и отправили к ближайшему нефтеперерабатывающему заводу. На ходу, соображая, куда они пойдут дальше. Сейчас компания, владелец СССР, загрузила, у нее нет контракта на следующую отправку, вагоны стоят. Потом выясняется, что у нас нефтебаза под Томском, топливо пришло из Ленинградской области, а потом эти вагоны, ну, куда-нибудь там, давайте в Иркутскую область переставим. У нас везде простое, и то, что происходит сейчас, вы знаете, причина, по которому снижен объем первичной переработки, да, были запаси, мощности у наших нефтеперерабатывающих заводов, распоряжением министра энергетики, они сейчас вышли на 100%, но это другая логистическая схема. Если вы поставляли нефтепродукты по одному маршруту, а сейчас их надо брать из другой точки, мы захлебнемся, мы не справимся с этим. У нас не хватает тепловозов маневровых, у нас вот все, что происходит при обслуживании вагонов и прочего, нам некому формировать составы. Об этом задумались в прошлом году. Джентльмены, что-то не так, верните речной транспорт, заставьте РЖД шевелиться, реализуйте блестящее предложение Сергея Цивилевого, которое в прошлом году раздалось, оставить за РЖД только эксплуатацию того, что есть, все новое строительство поручить новой государственной как ведет себя РЖД, но я напомню, что в 2019 году было подписано соглашение с Исламской Республикой Иран о том, что РЖД будет электрифицировать 800 км железной дороги со строительством запасных путей с поставкой 6000 вагонов, 297 тепловозов, то есть, ну, все по-серьезному. В 2019 году было открыто здание филиала РЖД в Тегеране, в 2020-м закрыто, РЖД в одностороннем порядке вышло. Без объяснения причем. То есть, вот этот участок Решта-Стара не строится? Это не Решта-Стара, это в Турбинио. А вот этот все построен сейчас? Решта-Стара, собирались тоже поручить РЖД, я не знаю, как это делает новок. Я так понимаю, что был выделен кредит, но ничего не делается. Сейчас должны согласовать, кто придет. Как это делает новок, я не понимаю. После того, как РЖД себя с персами повела вот так, как повела, Новок добился того, что Иран согласился дождаться от нас компании, потому что мы даем кредит. Нам надо решить, какую компанию давать. РЖД давать нельзя, просто по определению. Решта-Стара, это западное побережье Каспии, тут речь шла о Туркмении. Я не случайно про нее вспоминаю, потому что наш товарооборот с Европой, это в том числе и железнодорожные пути, много железнодорожных путей. Значит, они нам сейчас нужны на юг и на восток. Когда в прошлом году в Красноярске происходил КЭФ, Красноярский экономический форум, огромный интерес всех сибирских бизнесменов ко всем железным дорогам, которые идут через Казахстан на юг. Причины понятны. Поставки кассующихся уля из Кузбасса в Индию, либо через западные порты, либо довозим до Владивостока, возвращаемся на Индостан. Либо мы добираемся до границы Туркмении и Ирана, переставляем тележки и укатываемся на бережок Персидского залива, где паромом все в несколько раз короче, в несколько раз быстрее, в несколько раз дешевле. Но для этого нужно работать, нужно выходить на восстановление отношений с Казахстаном, усиление отношений с Казахстаном. Из Казахстана железная дорога уходит в нашу Новосибирскую область, там следующая по счету у нас Кемеровская, все. Но это однопутная, ее мало. С иранской железной дорогой еще есть одна проблема. Там же ее строили британцы, она легкая. Она максимум позволяет пассажирам перевоз или выходной перевоз. Дороги от Бендера-Аббаса на север, на берег Каспия новые. То, что у них уходит в Тегеран, там отдельная проблема. Но нас интересует Решта-Старар, волшебный участок. Нас интересует нереализованный до сих пор проект энергомоста Россия-Азербайджан-Иран и второй энергомост Россия-Грузия-Армения-Иран. С Арменией у всех проблема, в Армении с Арменией проблема. Дробные поставки в Иран из России осуществлялись, но это значит, что нам необходимо наращивать генерирующие мощности в Дагестане, чтобы не терять на поставках. Если Решта-Стара будет построена, сумма межгосударственного кредита определена, стороны определили, кто что делает, Азербайджан, когда была пауза в антииранских санкциях, успел вложиться. Астара это две станции, астара Азербайджанская, астара иранская. Построен новый железнодорожный мост, поставлено все оборудование для перекидывания тележек в станции. Но они это уже сделали, то есть этот кусочек готов. То, что Азербайджан пропустит через себя необходимое количество грузов, сомнений нет. А что у нас с Дагестанской железной дорогой? Если не мучиться, в эти модальные перевозки дело сложное, доставили до иранских портов, перебросили на суда, если это суда класса река-море, дальше Каспий, Каспийское море впадает в Волгу, я помню, в школе учил, или Каспийское море впадает в Волгу, но не суть. То есть по нашей системе каналов можно уйти к нам в европейскую часть. Что у нас с этими каналами? Да ничего. Шлюзы старенькие, дноуглубительной работы не проводились, весь кубок проблем висит. Чем занимается министерство транспорта, мне сказать сложно, я думаю, что у них важные государственные дела им не до таких молодчей. Платен, что форосатом взял всю эту историю на себя. Ну, давайте вот такие самые простые анекдотичные вещи. Вот запрос Индии по как существенному углу 50 миллионов тонн в год мне хочется, им маловато. Европейская часть России, КОМИ, население, плотность населения такая же, как в Якутии. Угольный бассейн в Иркутинске 42 миллиарда тонн угля. 42 миллиарда тонн угля. Единственная железная дорога, которая позволяет этот уголь вывозить, проходит через Москву, Санкт-Петербург. Через центральный железнодорожный узел отправить уголь ни за что и никогда. Карское море называется Карским, потому что первый поселок, который был на нем построен, построен на берегу речки, вместе в падении в море реки Каро. Поселок называется Усть-Каро. Расстояние от Воркуты, от воркутинских угольных копий до Усть-Кары 170 километров по прямой. Проект железной дороги 210 километров. Сознан в 2011 году, сдвинут вправо. РЖД объявило санкции против России в 2011 году. Я не знаю, что с этим делалось. Вы хотели, чтобы грузооборот по Севморпути был 80 миллионов тонн, но построите эти 200 километров дороги. Потому что проект строительства морского порта Индига это Баренцево море, это не акватория Северного морского пути. Мы же подписали все международные соглашения. Поэтому Баренцево море это не акватория Северного морского пути. У нас было два подхода. Один был продемонстрирован известным менеджером Иосифом Сталином в 1936 году, когда появилось постановление Совнаркома, как выглядит наша часть Северного Ледовитого океана. Что у нас на западе? Мурманск. Где у нас Северный полюс? Здесь прямая. Здесь у нас что? Беренгов пролив? Вот прямая. Это мое. Такая простая арифметика. Треугольчик построили. После 90-х годов мы подписали все, что угодно и сейчас акватория Северного морского пути начинается в проливах Новой Земли, если мы на запад говорим. Маточкин шар на юге мыс проведения на севере. То есть Мурманск вне акватории Северного морского пути. Архангельск вне акватории Северного морского пути. Какой грузооборот, если у нас крупнейший порт в Арктике? Мурманск он за пределами. В 2011 году если мы говорим про Мурманск как крайнюю точку Северного морского пути путешествие вокруг Скандидатского полуострова 2800 морских миль. Через Беломор канал просто 800. В 2011 году премьер-министр России Владимир Путин будучи с визитом в Петрозаводске обещал, что будет полностью модернизирован Беломор канал. Но на вопросы к руководству Карелии собственно говоря что будет грузовой базой ответ наша мраморная щебенка. Минимум вложения порядка двух миллиардов долларов если пытаться окупить за счет поставок щебенки лет через 300 может получится раньше нет. Но для того чтобы не огибать с нашими восточными грузами скандинавский полуостров Фидерный флот никто не отменял. Беломорск этот вход расширили дальше речными судами перетащили в большой пор Санкт-Петербург путешествие закончено нет необходимости показывать борта в Финляндии Швеции Норвегии Дании зачем нам это все когда мы можем делать все внутри у себя быстрее дешевле с большей пользой для той же Карелии ну и так далее я могу долго продолжать но вы меня остановите а то Миктор Леонидович сначала задал вопрос по поводу того что Европа должна встать на военные производственные военные пугает а как мы понимаем что там уже ничего не получится из-за генерации как дела с этим обстоят в Соединенных Штатах с условием того что у них большая генерация уходит на тот самый искусственный интеллект на самом деле в Соединенных Штатах если не касаться атомной энергетики которая потихоньку умирает причины все те же я не ехидничаю вот эта огромная атомная пауза с момента первой крупной аварии в атомной энергетике Тремайл-Айланд конечно не Чернобыль они перестали строить новые реакторы и эта пауза продолжалась больше 30 лет человеческий фактор никуда не исчезает у них сейчас очень активно идет перевооружение угольных электростанций на газовые напомню что сейчас стоимость на той самой национальной бирже Хенри Хаб за тысячу кубометров порядка 60-70 долларов ровно столько сколько в России объем добычи благодаря санкционным месторождениям больше чем в России под триллион кубометров в год стоимость низкая закон о защите инфляции есть то есть все привлекательные моменты для того чтобы европейский реальный сектор экономики ушел в Соединенные Штаты создан будут ли они при этом заниматься чем-то еще но вот Калифорния ставит на себе эксперимент переходя на солнечные электростанции количество блок-аутов видим дальше будет больше это значит что реальный сектор экономики из этого штата просто уйдет если искусственный интеллект согласен работать как обычный интеллект работает работает потом бас обычный интеллект в риле 300 грамм водки он не работает у этого есть солнце он работает трудится все в порядке тучка отдыхаем может быть им это нравится перспектив того что они вернутся в атомную генерацию компания Вестингаус начала строить 4 реактора дальше у них банкротство один заказ там два заказчика по 2 реактора один просто отказался потому что слава богу немного денег инвестировал второй оказался в более тяжелой ситуации больше половины уже было построено впервые в истории атомной энергетики заказчик стал генеральным подрядчиком то есть они сами достраивали это уникальный совершенно эксперимент по слухам там комиссия по ядерному надзору чуть ли не в полном составе сидела на площадке осваивая ну как отличная компания с хорошим оптом управления атомными электростанциями без никакого опыта строительства получили увеличение по срокам строительства с 4 лет до 12 троекратное превышение сметы но смогли ввести в строй все в порядке то есть оба реакции разработаны но повторять такой путь никто не хочет слишком наглядно все это было сам себе заказал сам себе достроил перерасходовал деньги перенапряг всех кого мог будут ли они строить новые газовые электростанции вероятнее всего что будут сейчас они пошлинами защитились от экспансии солнечных панелей из Китая соответствующая реакция американских энергетических компаний подожди то есть ты хочешь чтобы я подешевле тебе отдавал электроэнергию но предлагаешь мне дорогие панели значит мы тебя не поняли Джо подумай еще раз может попробуешь у тебя всего 4 буквы слова счастья не получится даже если очень хочешь пока у них там споры по этому поводу но я напомню что на всякий случай ну все говорят что Байден остановил выдачу новых лицензий но выдачу новых лицензий приостановило Министерство энергетики пытаясь понять не возникла ситуация когда внешняя конъюнктура приведет к тому что газ будет выметен с внутреннего рынка и полезут цены то есть они сейчас оценивают что на самом деле те проекты которые уже получили лицензию они позволяют нарастить объемы производства чуть ли не до 200 миллионов тонн запаса более чем достаточно зачем выдавать новое чтобы огореть собственный рынок мы конечно на это смотрим по другому там глупый Джо Байден не знает что делает он прекрасно знает что делает вот сейчас цена 70 долларов за тысячу кубометров если в 3-4 раза увеличить объем экспорта какой будет цена выгодно это штатам или нет компаниям которые газ производят да реальному сектору экономики они взяли паузу то есть это не полный запрет это время для того чтобы провести анализ взвесить еще раз возможность напомню что по запасам угля Соединенные Штаты уверенно занимают первое место по доказанным резервам нам за ними Игнаться Игнаться но мы гонку начинаем потому что я не просто так вспоминал о том что у нас нет подземных хранилищ газов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке там есть уголь там есть уголь никто этого не стесняется компания Интеррау если у кого-то есть связи я с огромным удовольствием возьму интервью на самом деле компания выглядит совершенно потрясающе в 2014 году они спасли от финансового краха легендарный совершенно ВВТИ всесоюзный ныне всероссийский теплофиксационный институт который планировал наверное процентов 70 того что устроили во время ГАЭУРО планировал наши паровозы вот все что с теплом связано я сейчас заглядываю к ним там появилась отдельная технологическая платформа новый уголь это расчет на то что задумка что нагрузка на внешнюю среду от угольной электростанции должна быть такая же как и в газовой электростанции это сверхкритические ультрасверхкритические параметры пары кипящие слои новые технологии водооборота новые технологии фильтров все совершенно новое у нас вроде как некуда но Интеррау у нас на глазах вот прямо сейчас будет подписывать опять же я сильно подозреваю что на Питерском форуме договор с Казахстаном о строительстве трех угольных электростанций на Экибастузском угле тот самый случай ну уголь правда Экибастузский но я сейчас еще объясню насколько он Экибастузский три угольных электростанций два миллиарда долларов на мой взгляд совершенно правильный вариант тем более что есть возможность работать технологии на Казахстанском заказе и уходить не только на экспорт но и уходить к нам в Восточную Сибирь потому что варианты когда для обеспечения энергии Читы строится солнечная электростанция он прекрасен это очень сильно выручает особенно в январе и феврале Читинцы просто в восторге что у них есть солнечные панели отличный вариант но в галочка стоит мы обеспечили Читу энергии Читинцы против мы у нас вообще не видели новый рейтинг Минстроя по наиболее благоприятным для жизни городов Москва на первом месте пятое место Белгород Белгород да вот сейчас опубликовано на этой неделе опубликовано пятое место Белгород отлично отлично работают ребята я его засток а у них у них просто в числе критериев нету угроза прилета чего-то взрывающегося у нас вообще все хорошо они не в курсе не в курсах да то есть на самом деле уголь тоже наши богатства им тоже надо уметь воспоряжаться в свое время у самих США была прекрасная программа чистый уголь так я не понял почему я не американец чтобы понять что у них там происходило идеология та же самая мы обеспечиваем нагрузку на окружающую среду не выше то есть там включая переработку золошлаковых отходов вот все-все-все в полном комплекте не выше чем от газовой задумка была экспортная то есть господа условные африканцы хотите чтобы у вас была электроэнергия мы построим вам электростанцию она отработает 40 лет нагрузки на вашу прекрасную природу никакой как жирафы бегали так и будут бегать прекрасно говорят африканские заказчики что им американцы говорят ну знаешь вот контракт строительства электростанции ты подписал еще топливный подпиши потому что мы же эти технологии под свой американский уголь разрабатываем не будем возить ваш уголь чтобы у нас экспериментировать экибастутский уголь да экибастутский но там сейчас работает ровно одна компания я к сожалению казахским не владею в переводе означает богаты 90% акции принадлежит некая компания ЕНПЛЮ а так уголь казахстанский кто такие неизвестная компания но она почему-то с удовольствием вошла в этот проект центра даже не могу понять почему без ехидства экибастутский уголь он уникален это 42% зольных остатков такая технология не погорялась никому они просили китайцев помочь кого угодно еще все глядя на характеристики угля просто шарахались кроме завода имени Роженикиза в городе Подульске где весь пакет технологий остался это первый момент второй момент этот уголь на внешнем рынке естественно стоит очень дешево плюс две железные дороги казахстанская железная дорога российская железная дорога море сейчас не надо никуда ничего не возить тонна угля будут превращаться в киловатт-часы собственно говоря не сходя с места особо активно развивался в начале 50-х когда там директором был такой человек Георгий Максимилианович Маленков его сын Георгий Георгиевич который был моим начальником Русской физической химии Академии наук СССР сказал как-то что папа ему рассказывал что-то видимо в советской экономике не так если для того чтобы быть хорошим директором угольной станции я должен использовать весь свой опыт многолетнего председателя Совета Министра СССР Так что как-то так а если говорить о развитии Дальнего Востока то без территориально-производственных комплексов невозможно архивы сибирского отделения Академии наук показывают что вдоль трассы БАМа в полосе плюс-минус 150 км более 1000 средних и крупных месторождений твердых полезных ископаемых не углеводорода более серьезные вещи мы умудрились в 2012 году построить без участия РЖД работала железная дорога Якутия не входила в состав РЖД магистраль Аям Амура-якутская магистраль то есть от Транссиба до Якутска не получилось потому что там небольшая речка можно построить глубиной 3 метра да но у него ширина балочистые берега и стоимость строительства моста приблизительно такая же как Крымского да ширина при этом иногда меняется в 3 раза но до Бестях они построили 1200 километров в той же полосе плюс-минус 150 километров 350 средних крупных месторождений твердых полезных скопаний то есть у нас задел огромнейшее но для этого мы не должны работать в режиме ТОРа мы создадим налоговую льготу потом явится небесный инвестор в вакууме инвеститор и сделает нам красиво сам построит дороги дома заводы сам все сделают делалось это несколько иначе классический пример Устеримская Братско-Устеримский телезрориально-производственный комплекс на начало реализации проекта населения 50 тысяч по окончании 670 тысяч и соответственно то есть там никто никого не ждал основа это две огромных гидроэлектростанции Братско-Устеримская используется то что на месте никто не ждет инвестора известно что есть железородное месторождение металлургический комбинат известно что есть глинозем алюминиевый комбинат и крупнейший в Советском Союзе лесоперерабатывающий комплекс никто никого не ждет заранее просчитывается сколько нужно населенных пунктов сколько домов сколько больниц сколько школ сколько прочих социальной нагрузки распределяется между предприятиями вместе с системой подготовки специалистов мы выгораживаем забором территорию и ждем вот господин Трутнев очень любит рассказывать что у него инвестиционных договоров подписано на цать каких-то триллионов рублей все что удалось это замедлить отток населения с Дальнего Востока потому что вот эта папка с красивыми презентациями инвестиционных проектов она с каждым годом все больше а проектов больше не становится может быть в консерватории надо что-то менять друзья наступил новый этап в развитии России ранее мы вам говорили уже о нем этап смена элит сейчас об этом уже говорит президент вы слышали его обращение к федеральному собранию для того чтобы понять что происходит необходимо подняться на определенную высоту тогда можно увидеть свою цель тогда можно понять свой путь приходите на факультет высшего управления мы поможем вам подняться на определенную высоту мы поможем вам увидеть свою цель но ваш путь вы пройдете не один вы пройдете с командой и эту команду вы обретете на факультете высшего управления приходите на факультет высшего управления станьте частью большой нашей команды в общем так получается что это территория вот этой большой Евразии на самом деле сейчас предстоит нам нужно сделать большой логистический блок то есть построить абсолютно новый в 7 миллионов дорог такой который даже Китай ни разу не думал то что он сделал это такая 10% того что должно быть сделано на всей этой огромной большой сеть и климатические условия совершенно другие если смотреть на плотность населения Китая вот тропический поезд вдоль морей там любят выделять уже коричневым светом а это вот этот ужас на северо-западе там люди не живут там очень холодно там вообще непонятно как можно жить более того не знаю северо-запад на северо-востоке за время Си население Маньчжурии сократилось на треть переселило снайд да потому что вся эта идея что китайцы будут заниматься экспансией которая двигала соответственно Ху Цзинта в согласовании с американцами как только пришел Си она ушла а китайцы добровольно там жить не хотели в таких условиях тоже были жить там снег бывает представьте себе русский буржий не ну у нас вот есть трехсот тысяч норильск на этой широте в Канаде раз в три года совершают подвиги канадские геологи они приходят туда с экспедициями бывает даже по месяцу там живут ну это мужественная иллюзия золотая бычки вот они выходят летом начало лета и уже в конец августа все они возвращаются там никто не живет это рисковые люди в норильске вышел из подъезда уже подвиг на балкон покурить герой Канады я скажу еще одну вещь я не знаю как как вы на это отреагируете а значит сегодня ну ночью Блумберг дал комментарий к статье Саммерса и компании о том что инфляция в Соединенных Штатах Америки сильно выше фактически они сказали вслух городу и миру что в Соединенных Штатах Америки с осени 21 года идет экономический спад мы это говорили еще в августе 21 года но мы для Соединенных Штатов Америки и для их общества никто а статья Саммерса и компания тоже на самом деле ничто потому что предприниматели финансисты и прочие научные тексты не читают а если даже читают они особо в смысл в этот не выдается Блумберг это сказал прямым текстом это означает что они готовят общество к грандиозному обвалу по итогам этого обвала случится страшная вещь совокупный спрос в странах золотого миллиарда упадет больше чем в два раза у меня вопрос я не знаю есть ли на него на сегодня ответ сможет ли существовать современная энергетическая инфраструктура при спросе упавшем в два раза или ее придется делать фактически с нуля ее в любом случае придется делать фактически с нуля потому что на континенте Африка например ее просто нет я имею ввиду сейчас западную Европу Соединенные Штаты Америки и кстати Китай вот вопрос точно не ко мне меня не интересует Европа она отказалась с нами сотрудничать ну и пусть живет как умеет мы в любом случае вне зависимости от того что произойдет с долларом нет почему же не гуманно они сделали выбор я не против я демократ все в порядке если пациент хочет умереть медик ничего не сделал если пациент хочет жить то медицина здесь прямо наоборот что у них там и как будет происходить мы в любом случае ушли с этого самого рынка платежеспособного совсем недавно где уровень инфляции был совершенно другой нам в любом случае предстоит выстраивать отношения с теми странами которые входят в список развивающихся если не изменить подход оставить неоколониальный то пребывание в списке развивающихся стран это на тысячу лет вперед просто я объясню что я имею ввиду вот я пример привожу вот у вас четыре небоскреба стоят город у него значит даунтаун кто знает что значит даун там живут американцы а нижний а почему нижний потому что нет потому что нумерация домов начинается маленькие нумерации они же из центра даунтаун четыре небоскреба я всегда переводил как-то город где живут американцы значит четыре небоскреба загрузка по восемьдесят процентов аренда при этом рентабельность при загрузке пятьдесят при падении в два раза значит четырежды восемь тридцать два да значит из как бы из четырех один речный да вот из сорока тридцать два значит когда падает в два раза это ну считайте пятнадцать то есть иными словами один небоскреб полностью второй наполовину на грани рентабельность или два по семьдесят пять процентов а еще два нужно закрывать вся инфраструктура энергетика вода и все остальное выстроена под загрузку всех четырех если вы два отключаете то нужно увеличивать стоимость ресурсов а и соответственно в результате у вас вместо два по семьдесят пять падает еще больше потому что становится там просто стоимость офисов становится сильно дороже для того чтобы работали задействовали водопроводить или нужно обслуживать всю систему то есть у вас стоят более мощные насосы более мощные трансформаторы еще чего-то еще чего-то и либо вы должны в этих небоскребах держать арендную плату сильно выше чем в соседних хибарах сильно выше либо вы должны закрывать все либо вы должны полностью переделывать всю энергосистему и то и другое и третье стоит бешеное денег вот у меня почему я собственно переживаю за них поскольку я точно понимаю что в значительном количестве мест я не знаю где это и в Европе и в Соединенных Штатах Америки придется полностью закрывать всю современную инфраструктуру в связи с тем что она становится нерентальной ну пример же был в Детройте Детройт превратился именно бомжатник вот уже пример был вот локальный вот пример но небоскребы пока не закрывали ну да их там они содержали потому что это были компании которые работали международные я там работал но вокруг был бомжатник вот правда ну вот речь идет вот о чем что это вообще умрет а кстати я хочу сказать что представить себе человека который арендует офис группа Баларя в Москва-Сити если половина небоскребов в Москва-Сити стоят пустые покрытые пылью с разбитыми окнами а окна будут разбиваться я как уже начинаю сомневаться будет этот элемент а зачем мы строим но самое главное это энергетика потому что опять-таки мы все прекрасно понимаем что если загрузка энергомощностей падает в два раза а то и в три то у вас соответственно стоимость оставшихся вырастает очень сильно я не знаю правда насколько но очень сильно каждый раз индивидуально считать абсолютно точно никаких сомнений нет это же в нынешней модели экономической так будет а если ее менять то вам тогда надо создавать совершенно новую инфраструктуру то есть вам надо строить новые офисные центры абсолютно другие с другим обеспечением в соединенных штатах америки это же давно известно посчитали что уровень энергообеспеченности на одного человека такой что если бы китайцы дошли бы до такого уровня энергообеспечения они бы сожрали всю энергию вырабатываем планеты и земля поэтому догнать США китайцы не не могут но как будут как будет жить американская инфраструктура если энергообеспечение сократить в два раза может оказаться что она вообще существовать не сможет потому что не будет хватать в критических точках этого никто не знает потому что эту инфраструктуру никто никогда целиком не моделировал она создавалась исторически кусочком ее встраивали и все понимали ну вот она вот она функционирует и слава богу если вдруг что-то не так то там конкретно в этом месте разбирали я кстати подозреваю что были места где что-то не так я тут не специалист но как бы есть у меня гипотеза но тут-то полетит все одновременно они не понимают масштаба когда у вас в 30-м 32-м году экономика США рухнула не в два с лишним раза а на 40% то в этом случае у вас происходил обратный процесс у вас начало быстро расти городское население потому что сельское которого было больше половины оно либо издохло от голода поскольку в США был голодомор в это время и по разным оценкам от 2 до 5 миллионов человек умерло от голода даже больше статистика закрыта 7 это это оценка статистика закрыта полностью данные переписи отсутствуют но народ побежал в города и в городах росла потребность в энергетике а сейчас будет обратная ситуация потому что в городах жрать будет нечем и народ побежит куда-то и соответственно у вас мало того что упадет в целом два раза еще и в городах будет падать из-за того что народ разбежится и вот что с этим делать на самом деле никаких моделей не существует я не знаю как отвечать на этот вопрос я не знаю а это судя по тому что пишет Блумберг в подаче Саммерса кстати у меня на закрытом канале я разместил обе этих статей на русском языке что соответственно резервного банка Филадельфии который показал что Бюро трудовой статистики Министерства труда Соединенных Штатов Америки рисуют фиктивные рабочие места сотнями тысяч что соответственно статью Саммерса и компании а что-то они написали 18% инфляции это по расчету наверное значит официальная инфляция 3% нет потому что они сейчас написали с новым расчетом они написали тут очень сложно они сказали что надо у них расчет условно говоря резкий рост инфляции начался в 21 году когда вместе вот с этим вот пик когда был пик инфляция была под 8% промышленная инфляция была в пике 23% поэтому я не исключаю что там было 18% в пике сейчас меньше но проблема состоит не в том больше или меньше проблема в том что официальный рост у них от 3 до 4% ВВП в гол а разница между теми 2,5% официальными и той которую они прибавили больше чем эти 4% то есть поэтому это спа 2 года подряд это означает например что вся теория либеральная летит в тартрары в реальности это структурный кризис в реальности у них с осени 2021 года спа от ВВП пол процента в месяц как минимум больше оценивать очень сложно потому что ВВП это бухгалтерский показатель и по этой причине там люфт может быть очень большой а можно о возвышенном литературном война и мир вот я вижу что 9 мая Эрдоган с Блинкиным то есть с Байденом простите подпишут соглашение поскольку вот у Турции как я понимаю энергогенерации может хватить на то чтобы действительно ну уж точно к первому даже кварталу 25 года очень серьезно запустить военпромышленный комплекс и там надо сказать с таким преференциями для Турции можно я скажу значит объясняю меня как раз интересует проблема с инфляциями и военпромышленным промышленной инфляции в Турции составляет от 130 до 150 до 150 процентов так по этой причине да Турция насколько я понимаю да будет это все делать на деньги Соединенных Штатов и они уже все договорились замечательно либо Соединенные Штаты Америки будут платить Турции за все по своим американским расценкам да так и обязались по американским не по турецким по американским а я и говорю обязались я не думаю что у них есть на это деньги можно другой вопрос вы сказали что у вас закрытый сайт а у Сергея Кужугетовича доступ есть не знаю понимаете судя по происходящему в Турции то что вы описали в теории проверяют на практике а что будет если снизить объем электрогенерации куда побежит население может быть это первый результат того что у вас там хакер завелся если говорить о Турции то результаты выборов муниципальных означают только одно что это хакер может и завелся подписчики вот сразу пошел эксперимент он говорит о следующем либо либо появится человек масштаба ата-тюрка в Турцию вот прям вот вчера либо либо там начнется гражданская война Эрдоган эту ситуацию удержать не сможет если верна гипотеза что его самочувствие сильно ухудшит да а гражданская война уже наметилась в лице выступивших в Ивановской области курдов гражданская война будет разная там кто там будет там будет очень много желаний там крипто все тут же вспомнят про Севрский договор который не отменен и вопрос только в одном да если вот считать что Севрский договор то вопросов 3 он есть не о техниках кореная основная проблема по которой не начинаются очень многие процессы связан с тем что нету ни малейшего представления куда он пойдет в случае с Турцией поскольку есть Севрский договор в конце концов можно все поделить по Севрскому договору за я не помню а в Севрском договоре Килики было что-то было значит вот весь фокус состоит в следующем значит категорически никто не захочет пускать курдов к Средиземному морю поэтому должна быть Сирия Киликия Греция интересно вот по Игейскому морю Греция которая плавно должна переходить в Киликию которая соответственно наша любимая Анталия потом значит вот этот вот острый Киликия должна идти вниз да Сирия да 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 это все должна быть Килики вот Турки будут иметь доступ к морю между Босфором и соответственно этой самой как его звать так господи ну как этот Констанция нет нет справа Доран вот ну которая бывшая самая кусок Византии оставшись вот и там будет выход вообще у турок останется Анатолийская Нагодь Великая Армения и Босфор с Дарданеллами по Северскому договору Босфор с Дарданеллами международная зона по жизни это будет наша Чурния говорил про Великую Армению речь идет о феме а не о понятии которые существовали в античные времена не прошло очень позже если говорить Византийская фема называется Великая Армения вот если говорить в аналогии Великороссия Малороссия понятно Трапезун Трапезунская империя вот значит от Арарата до значит Трапезун Арарат это гора это не стадион да значит и не коньяк и не коньяк коньяк быть не может потому что он на азербайджанских спиртах вот поэтому соответственно от Арарата до Трапезун вот этот вот треугольник да вот он идет так так и вдоль побережья Черного моря с этим треугольником все понятно Арарат отдадут Армении а Трапезун Трассия а Трапезун Трассия все дальше все зависит при этом часть южнее Арарата для того чтобы не давать кодам слишком много присоединят к Нахичеване если Азербайджан будет вести себя хорошо Нахичеване останется азербайджанский а если он будет себя вести не так хорошо не так хорошо да то он тоже может стать то она тоже может стать российской ну так получится референдум не иран а может иранский референдум ну что ж понимаете референдум И кусок этот восточный Тоже соответственно отдать Ирану А курдам маленький Маленький Потому что они все равно Непонятно как Они все переругаются Созрадут 25 пар Что будет завтра Потому что все же иранцы Что-то в пятницу Рамадан Пятничный ифтар и так далее Что-то пообещали Думаю что до лета Они все же пока не освоят Истребительную боевую авиацию СУ-35 Никакие прямые боевые действия Они все же не хотят вступать Потому что они во всеоружии Так что постараются дать ответ Чтобы не показать Что они бумажные тигры Это блондерка Так провоцируют А вы понимаете что Публикация статьи Саммерса Это тоже провокация Конечно Абсолютная Конечно Да и я тут должна сказать Что вот Золото резко подскочило А вот как вы расцениваете Заявление Блинкина О том то о сём то Это касается Южного Кавказа Нашего с вами Вашего точно Я говорю Ребят Не это главное Обратите внимание На то Зачем ездил Абрам Пейли Уполномоченный По Спецпредставитель По Ирану От администрации Соединенных Штатов Какая была тема Во всех трёх столицах Южного Кавказа Что в Тбилиссе Что в Ереване Что в Баку Это последний кстати был пункт Иран Как противодействовать И так далее То есть иными словами Во всех этих трёх столицах Особливо В последних двух Я имею ввиду Ереван И Баку Было сказано Вам здесь не тут Против Ирана Выступить Придётся Единым правом Судя по тому Как ответил Алик Блинкин Это Блинкин Он ответил А Пейли Он не ответил А Пейли Чего отвечать Он же не просто Спецпредставитель А тот Значит Можно я скажу Да Значит Дело в том Что Зная как устроена Система государственного управления Я могу сказать Что Запущенный Процесс Практически Никогда Не останавливается Этот процесс Противодействия Ирана Был запущен И он идиот На него Накладываются Другие процессы Куда более мощно И соответственно В результате Этот процесс Он как бы Постепенно Будет исчезать Но он продолжается Ресурсов Уже нет Потому что Мы видим Что у англичан Уже ничего не получается Потому что Нет ресурса Вот Но это вот Примерно то же самое Что вот с Искусственным интеллектом И выключенным Рубильником Да Вот Тучка зашла Да Тучка пришла Солнце зашло За тучку Казалось бы Тут бы надо усилить Искусственный интеллект Но проблема состоит в том Что все на электроплитах Варят кашку В этот момент Да В этот момент А вы не можете Отключить плиты Потому что Если отключить плиты Люди будут на улице Поэтому приходится Отключать Искусственный интеллект Поскольку он Молчит Ничего не говорит Вот И вот это Реальная Проблема Это вот Типичный пример Римская империя Период на упадку Сейчас Соединенные Штаты Америки Оказались в очень Интересной ситуации У них одновременно Есть несколько Ну там Сот программ Ну хорошо Пускай Крупно двадцать Одновременно Так вот Они могут Любую Крупную Программу Реализовать Более того Может быть Они могут Реализовать Три-четыре Программы Одновременно Правда Уже не по своему Выбору А так Значит Вот Положится Да А вот Все двадцать Они уже не могут Поскольку Внутренняя Конкуренция Не позволяет Эту закрыть А эту Полностью Наполнить Потому что Начинается Как это К чему ему денег Дали А мне нет Я же не хуже Не-не-не Давайте Давайте Вот То по этой причине Ну вот типичный Совершенно Пример Мы видим Да Когда соответственно Деньги Платите А как это Наши деньги Кому-то платить Да-да-да С чего это Вы знаете Вот Так вот В этой ситуации Соединенные Штаты Америки Начинают прокалываться Приехал спецпредставитель Со всеми Обо всем Договорился Дальше Он приезжает Вашингтон И говорит Ребята Мне нужно Условно говоря 300 миллионов Бакс Ну вот На этом Вот так И он говорит Ты знаешь Все дело в том Что по Очередности Распределения Денег Твоя очередь Придет через два года Приходи через два года Ну я же договорюсь Ты не понимаешь Там все договорились Все договорились Твоя очередь Через два года Гуля Все И все начинает Рассыпать Вот в чем все Все дело А Бломберг Пишет соответственно Про Саммерса С его инфляцией А чей Бломберг Ну это не важно Чей В данном случае Ну да Вот Это часть Всемирного информационного Агентства ОБС Один Бломберг Сказал Вот Поэтому вот К этому Надо относиться Вот так И поэтому Когда вы понимаете Как это работает Все То есть Миша Если я правильно понимаю Подводя итог Действуют инерционные сценарии Лыжи они развернуть Не могут Правильно? Да Это невозможно Развернуть А обеспечить эти сценарии Тоже не могут Соответствующим ресурсам Они уже тоже Они тоже не могут Получается Патовая ситуация То есть Вот мы с Камилем Как раз говорили Что Конечности Руководителям Южного Кавказа Выворачивать Они будут Причем Давить будут Не по-детски Правильно? Вот А с другой стороны Процесс этот Как вы говорите Растянется во времени Что дает Пространство Для маневра Как я понимаю Да? Получается так А дальше Как это самое Как фишка ляжет Как говорят Не в этом смысле Меня очень интересует Конечно Очень интересно Такой с моей точки зрения Уход тканью По голове С Перебазированием Черноморского флота В Красное море Сильное впечатление На меня произвело Как сказал мне Один Человек С погонами Сохрани Не будет Тихо Океанское Нет Черноморского флота Я могу вам сказать Я могу вам сказать Вы знаете Михаил Я вообще видел Гений Йеменских инженеров Как нет Я про это Скажу Средний век Знаете Средний шундук Вложить грязное белье И его закрыть То там самозаразирует Самозаразирует Как видите Хуситы Открыли Новый Закон Миров Они Нашли Мест Куда Что-то Положить Чтобы Там Самозаразирует До этого Просто Такие же Виктор Закон Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты